А задержись петь, не сберечь ума, а другая песнь, что любовь сама... В Дмитровском драматическом театре прошла премьера нового спектакля «Леди Мак» Бытымценского уезда по произведению Николая Лескова. А комар поет, да чайник с радости, чайник с радости. Одними из первых историю о молодой, красивой и страстной женщине, которая стала жертвой всепоглощающей и разрушающей любви, посмотрели участники специальной военной операции на Украине, которая сейчас проходит реабилитацию в округе. С труппой актеров над новой постановкой работал приглашенный режиссер Денис Владимирович Кожевников, который ставил «Леди Мак» Бытымценского уезда, будучи художественным руководителем Березняковского драматического театра. Шикарная работа, шикарные роли, так сказать, главных героев, и еще есть там во втором акте сонетка, и замечательный хор. Замечательный хор, который дает возможность познакомиться со всей труппой. Вот, поэтому я бы там не проводил какие-то параллели, все равно каждый раз это какое-то новое детище, прежде всего опирающееся на конкретную индивидуальность артиста. А у нас здесь еще и два состава исполнительниц главной роли, два состава исполнительниц роли сонетки. У Дмитровчан есть счастливая возможность посмотреть два разных спектакля, потому что каждый исполнитель, он вносит какую-то свою авторскую линию, что ли, авторский такой взгляд на персонажа, поэтому это будет два совершенно разных спектакля. Произведение «Леди Магбатомценского уезда» было написано в 1864 году и по сей день не потеряло своей актуальности. История захватывающая и страшная. Такое большое счастье прикоснуться к русской литературе. Я вообще думаю, что Лесков у нас немножко незаслуженно стоит чуть-чуть в стороне, а я бы его сравнила и с Гоголем, только с той разницей, что прекрасное чувство юмора, сатиры. Только вот Лесков все пишет, описывает людей с такой любовью, а у Гоголя больше такие персонажи карикатурные. И вот произведение «Леди Магбатомценского уезда» в общем-то история страшная довольно. И люди-то, наверное, некрасивые. Но как это ни удивительно, у автора нет совершенно никакого осуждения. То есть мы можем сами дать им оценку их поступкам. И самое, конечно, приятное, что произведение о любви. Пусть такой страшный, где-то, наверное, некрасивый, но о любви. Многие «Леди Магбатомценского уезда» проходили в рамках школьной программы. Произведение сложное, и его понимание с годами разное. Мне так кажется, еще никогда не было такого режиссера, который бы так подробно работал с материалом. Все, конечно, работают подробно, но ему очень важно погрузить артистов в атмосферу. Создать комфортные условия для них. Потому что приходится вытаскивать все из себя, что очень сложно. Главную героиню Катерину тяготит богатый купеческий дом, муж, его отец. И вот она находит объект для своей нерастраченной любви. Ее безумством, удержимостью становятся чувства к приказчику Сергею. Роль Санетки для меня, конечно, было очень неожиданное распределение. Но она тоже интересная. И она тоже про любовь. Как ни крути, да, где-то можно поспорить, что Санетка стала с Сергеем встречаться от безысходности, от безнадежности, от какого-то желания тепла, еще чего-то. Но я думаю, что Сергей обладал какой-то всепоглощающей силой, магией. И об этом даже и говорится и в произведении, и у нас в спектакле, что он кавалер знатный. В спектакле главную роль Катерины исполняют две актрисы. Мила Барановская и Катерина Хаустова. Разлучницу Санетку, второстепенную героиню повести «Леди Макбатупценского уезда», играют Кристина Пономарева и Екатерина Романова. В этом спектакле я исполняю роль Сергея. Это главная мужская роль. Я хочу сказать, что этот образ для меня, наверное, будет в моей театральной практике одним из первых. Я думаю, что он мне близок. Это достаточно непростой образ, хотя все образы в нашем спектакле сложные. Мы работаем в хорошем понимании этого слова в русском психологическом театре. Страсть, которую Сергей ведет на вот эти определенные поступки, как выясняется, ей нужно уметь владеть, потому что если мы не владеем своими поступками, не владеем своей страстью, мы совершаем большой грех. Спектакль получился очень завораживающей. История трагичной любви никого не оставила равнодушным. Когда читаешь это произведение, причем небольшое по объему, но которое вмещает в себя, по-моему, целую-целую жизнь. И вот им, этим замечательным, самым талантливым, самым любимым нашим артистам, как я все время говорю, артистам с большой буквы, это самые лучшие артисты, которые радуют нас, им это удалось, вот вместить в эти два акта целую-целую жизнь. Когда любовь надевает человеком, да, и такое светлое, прекрасное чувство бросает сверху вниз в бездну, в трагедию, в горе и в боль. Действительно, это настолько на разрыв души. И действительно, вы не играли, вы проживали. Спасибо огромное вам. Браво! 29 июня Дмитровский драматический театр закрывает свой 33-й театральный сезон, представив на сцене «Леди Магбет» Муценского уезда. 34 сезон мы начнем с середины сентября. Также мы будем показывать новые постановки. Это «Тортюв» Петра Орлова, «Леди Магбет» Муценского уезда. И в рамках проекта федерального культуры Малой Родины ребята будут в параллель ставить «Рики-тики-тай». Это спектакль для наших детей. Над этим спектаклем будет работать Дмитрий Матыкин. Все уже в работе, инсценировка готова, костюмы шьются. И в 20-х числах мы будем ждать наших детей на наш новый спектакль. И темна ты ночь законная, А темна любовь, да беззаконная, Ой, ты темень тьма ненадежная, Да ведь нечто есть любовь, осторожная. Да ведь нечто есть любовь, осторожная. Темп, когда в Тихо не заходите, Тихо. Эти Тихо. Ат 때도曾к. Субтитры создавал DimaTorzok